Третью субботу августа ежегодно отмечается Всемирный день бездомных животных. Появился он по инициативе Международного общества прав животных. Дата не считается праздником. Это день, когда на проблему бездомных братьев наших меньших люди обращают внимание. Алексей Роднов нашел своего четвероногого друга у знакомой. Девушка взяла собаку в приюте, но по каким-то обстоятельствам не смогла заботиться о животном. Когда Алексей пришел посмотреть, как он говорит будущего члена семьи, то понял, это любовь с первого взгляда. Показала она, когда нам первый раз. Ну и все, что-то екнуло. Посмотрели в эти глазки бусинки. И все, поняли, наше. Теперь это член семьи. Тяжело было первое время с ней? Конечно. Это практически маленький ребенок. Это уход, это бессонные ночи. Беспокойная Боня. Так зовут собаку, как и любой щенок, очень подвижная. Она может за короткое время привести в беспорядок весь дом. Любит пробовать на вкус хозяйскую обувь. А не было желания вот ее отдать в приют обратно? Я думаю, нет. Если бы такое желание было изначально, тогда лучше не брать. Потому что мое мнение такое, что к этому вопросу нужно подходить очень внимательно, послушать себя, свое сердце. Если есть малейшие сомнения, то не стоит. Потому что это член семьи. Если человек, я считаю, не относится к будущей своей собаке, как члену семьи, не надо тогда и рисковать. Ведь ребенка человек не отдаст приют нормальный. Вот так же, я думаю, с собакой. Бонне повезло. Анастасия Липунова, волонтер движения в помощь бездомным животным, в Наринмаре рассказывает, что часто животным не ищут нового хозяина, а просто выбрасывают на улицу. Было холодно очень сильно. И кто-то из волонтеров узнал о том, что в районе Ленина 38 лежала коробка с собакой. В коробке оказался 10-летний терьер с травмой. Его подобрали волонтеры, отнесли в приют, долго выхаживали и устроили в семью. На самом деле, я, конечно, очень переживала за его жизнь, так как, возможно, он мог бы умереть. Но, словом того, что его взяли в хорошие люди, хорошие руки его приютили, он выжил. И на самом деле, сейчас ведет себя как король в доме. Там такая любовь, что со стороны хозяина, что со стороны собаки, прям вообще великолепная. То есть, он сам по себе эгоист, но есть такие собаки-эгоисты в плане в том, что хозяйка моя, нечего трогать. С мая этого года волонтеры активно работают в социальных сетях, размещают фотографии животных и ищут им хозяев. Уже нашли в своей семье более 50 кошек и собак.